Газета Нераскрытые преступления А в себя Маргарита Эдуардовна, юрист, политический деятель Вот этим и может вызвать страх, если это апологический центр То в этом случае, даже если будут вести в работу, то никакой опасности не будет Но если это уже переходит, вот под прикрытием апологического центра Могут напасть на каждого человека, на кого угодно И вот этот ярлык, секту или культ, если они перевешут, то тогда могут уничтожить Если так сказать, уничтожить и деятельность, и человека тоже можно уничтожить Это только нужно доказать Маргарита, а скажите, вот как с точки зрения юриста, с точки зрения общественного деятеля и политического Как бы вы оценили подобную деятельность из структур ФЭКРИС? Она научная, она юридическая, либо это некая экстремистская деятельность Которая вообще посягает даже на свободу совести человека Вы знаете, любое агрессивное действие, любое посягательство для меня неприемлемо То есть ничего общего с правозащитной деятельностью эта деятельность не имеет? Конечно, потом, знаете, если человек в чем-то провинился, для этого существует закон Он должен по закону ему предъявлять наказание, по закону привлечь его А все остальные действия, которые делает эта организация ФЭКРИС Я думаю, что это не на законном основании Идет полная дискриминация прав человека Я думаю, что и психологи, и другие лица типа Дворкина Они не имеют права нести эту работу, потому что она станет опасной Потому что я думаю, что человек прикрывается под какой-то идеей И идеи, и теории, которые он выдвигает, они могут быть очень опасными Потому что под прикрытием этих идей он может вести совершенно другую работу И поэтому я разделяю мнение моих коллег, которые называют его работой экстремистским